65 зареченцев отдали частичку себя маленьким пациентам онкологического диспансера. За 5 часов работы передвижной станции переливания крови горожане сдали 27 литров биоматериала. Организатором акции выступил региональный благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» совместно с областной станцией переливания крови. Я пришла с мужем. Муж у меня уже не первый раз сдает кровь. Я сдаю уже второй раз. Ну и ребятишкам больным помочь. И как-то и себе приятно тоже сделать. Нужно помогать всем, и ребятишкам особенно. Как-то это, я не знаю, от души так просто происходит, что ли, я не знаю, во благо. К акции присоединился и оператор телерадиокомпании «Заречный» Владимир Полищук – донор со стажем. На протяжении 10 лет он регулярно сдает кровь и постоянно участвует в благотворительных акциях областной станции переливания крови. Где-то сейчас находится человек, которому нужна помощь, которому нужна кровь или ее компоненты. Если я могу в этом принять участие, внести какой-то вклад в это, почему бы нет. Здесь нужны деньги, которые ты получил пожертвовать. Ящик стоит, еще одна помощь. Это очень здорово. Прежде чем лечь в донорское кресло, зареченцы прошли подготовительные мероприятия. Заполнили анкету, ответили на вопросы врача и сдали первичный анализ крови. К основной процедуре были допущены только те доноры, чей предварительный осмотр не выявил никаких нарушений. Медики еще раз обращают внимание горожан на то, что перед сдачей крови необходимо соблюдать ряд обязательных правил. Иначе процедура потеряет смысл. Это заключается в основном в диете, потому что молочные и мясные продукты негативно влияют на состав крови. И надо понимать, что вот чуть-чуть я скушал что-то запрещенное, это не аргумент. Потому что кровь однозначно после сдачи уходит в брак и не доходит для тех, кто в крови нуждается. Передвижная станция переливания крови в следующий раз приедет в Заречный в апреле. Здесь ждут всех, кто готов помочь маленьким пациентам онкодиспансера. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин